Красный чум закончил свою работу. 18 медицинских специалистов в минувшее воскресенье вернулись из села Несь. Впереди обработка результатов анализов, подведение итогов обследования. Подробности о работе красного чума в материале нашего корреспондента Александра Усачёва. Вот уже седьмой год подряд проект «Красный чум» при поддержке администрации округа и недропользователей «Тоталь» и «Лукойлкоми» осуществляет медицинское обследование кочевого и местного населения. Этот год отмечен напряжённым графиком работы для медиков «Красного чума». Люди занимали очередь к специалистам с раннего утра. Приём пациентов врачи вели до 9 часов вечера. Если детские медосмотры можно было проводить в помещении школ и детсадов, то взрослое население ютилось в тесных коридорах амбулатории и стационарах. Работа напряжённая. Мы стараемся подстроиться под местное население тоже. Мы ведь осматриваем кочующее население, которые не всегда могут прийти в часы нашей работы. Поэтому мы идём навстречу. Мы ведь для этого и приехали. Цель нашего приезда – это осмотр кочующего населения, которые удалены от больших населённых пунктов. И для того, чтобы приблизить оказание медицинской помощи, мы сюда и прибыли. Календарный план работы Красного Чума составляется с учётом начала убойной кампании. Именно в этот период наибольшее количество оленеводческих хозяйств прибывает со стадами поближе к населённым пунктам. Именно в этот период оленеводам предоставляется возможность на базе участковой больницы бесплатно пройти ежегодный медосмотр, получить медицинскую помощь специалистов, оформить справки на право владения оружием и управления автотранспортом. График подхода бригад корректирует погода и многие другие факторы. Все разом бригады не подойдут. У нас олени все сойдутся. Нигде, потому что мы здесь за забойкой. Мы ждём, а забойка начинается и сюда подходим. Забойка начинается. Никак раз во всем не приедем. В течение последней недели работы Красного Чума из 12 бригад общины Канин подошли к селу Несь только пять. Часть оленеводов подъехали из Омы. Кочевники проходили медосмотры в среднем по 10 человек в день. Доступ к врачам для оленеводов и членов их семей обеспечивался без очереди до позднего вечера. Тем не менее, не все успели пройти обследование. Уже рассматривается такой вариант, что хотят увеличить сроки пребывания медицинских бригад в населённом пункте. И для этого необходимо выбирать более крупный населённый пункт, и чтобы мы находились там, допустим, не пять-шесть дней, а уже в районе десяти дней. В течение двух недель в селах Ома и Несь прошли медицинское обследование по предварительным подсчётам более 1400 человек. Из них 199 оленеводов и членов их семей. Чумработницам вручались традиционные медицинские аптечки. Впереди подведение итогов и планирование работы Красного Чума 2015, который, скорее всего, состоится уже в новом формате.